Всем привет, меня зовут Саша, сегодня пятница и сегодня состоялся официальный релиз прошивки MIUI 10 Global Beta 896. Если посмотреть на официальный список изменений, то мы видим одни фиксы. И в основном это фиксы для Redmi Note 5, и фиксы это не только Redmi Note 5, как будто других телефонов не существует. Но пока китайцы фиксят Redmi Note 5, владельцы Redmi 5 Plus жалуются на телефон, жалуются на прошивку, жалуются на жесты, что на прошивке 896 все стало плохо, все лагает, и в принципе все недовольны, да. И ребят, мой вам совет, когда прошивка приходит в четверг, не обновляйтесь, подождите чуть-чуть, подождите пятницу-субботу, посмотрите обзорчики, почитайте комментарии, посидите на форуме. Возможно бы вы узнали, что сегодня прошивку на Redmi 5 Plus 896 отозвали, она стала секретной, то есть там много глюков, и сейчас она уже никому не приходит. Так что не спешите, лучше немножко подождать, да. И не стоит винить китайцев во всех бедах, потому что вы сами подписались на бета-прошивку, вы знали, что это бета-прошивка, это нестабильная, она может работать как хорошо, так и плохо, так что это нормально. Вы можете теперь подождать неделю, пока это все пофиксит, либо, не знаю, как-то уже у кого есть в РП откатываться, либо просто терпеть, либо заранее не обновляться, да, ты что, так вот. А помимо этого всего, помимо фиксов Redmi Note 5, помимо глюков Redmi 5 Plus, я еще заметил такое. Итак, начнем. Для начала шторка, тут немножко поменялась анимация, сама шторка теперь не опускается вниз, как будто, а вылетает на нас, немножко на нас вылазит, да. Это такое маленькое изменение, но я заметил. Еще я заметил новую анимацию сворачивания иконок, когда мы нажимаем на иконку, она вылетает на нас, когда мы сворачивали, она сворачивалась обратно в эту иконку, но теперь те иконки, которые стоят справа, они как бы делают такую маленькую дугу и возвращаются обратно. То есть, раньше это было похоже как на iPhone, на Apple, а сейчас это все, мне что-то уже придумали от себя. Да, в принципе, выглядит прикольно. Раньше, когда мы запускали диспетчеры приложения, нажимая на левую кнопку меню, мы должны были нажать ту же кнопку, чтобы его закрыть. Теперь можно диспетчер свайпнуть вниз и он закроется. То есть, просто мы листаем, листаем и доходим до низа и свайпом еще раз вниз и диспетчер закрывается. Это еще стало удобней. В безопасности теперь переделали раздел батареи, он стал теперь по-новому выглядеть, ну, в соответствии с новым интерфейсом самой безопасности. Мы заходим в батарею и сразу идет проверка, то есть, без нажатия и без нашего ведома сама идет проверка, дает нам некоторые советы и только потом, когда мы с ними соглашаемся, нам показывают информацию о батарее. Сколько времени осталось, температуру, емкость, также показывали последнее приложение и график приложений. Да, это стало удобней, но не нравится то, что надо все равно соответствовать ее советам, чтобы просмотреть всю эту детальную информацию. Также многие написали, что вот качельки громкости обратно перерисовались на английский язык. То есть, был перевод, был перевод, давайте мы уберем перевод. У меня такое впечатление, как будто они не сохраняют переведенную прошивку, а переводят новые прошивки каждый раз заново. И тут они, наверное, забыли перевести. Также у нас есть новый модуль связи, в принципе, связь на Redmi Note 5 работает хорошо. И говорили, что жесты лагают. Давайте проверим жесты, в принципе, зайдем. Ой, так, я, по-моему, зашел в обучение, надо выйти. Так, еще раз включим. Я заметил новую закономерность. Раньше жесты сработали моментально, когда ты заходил в приложение, но теперь, пока приложение не развернулось, пока оно не открылось, жест не работает. Только он сработал только тогда, когда приложение полностью открылось. То есть, мы заходим, ну, в принципе, работает нормально. Вот так, мы заходим в какое-то приложение, ждем. И пока оно не прогрузится полностью, тогда мы сможем использовать свой жест. Жесты работают, как бы, не плавно, да. Но я подозреваю, что в устройствах, где будет 3 гигабайта оперативной памяти, они, кажется, плавно работать не будут никогда. Но это мое предположение, возможно, потом все оптимизируют. А если ты хочешь посоветоваться о Xiaomi или задать какой-то вопрос о прошивке или о телефоне, можешь вступать в нашу группу в Телеграме. А если ты не любишь шумные чаты, просто вступай в канал в Телеграме, чтобы не пропустить новые видео. Все ссылки в описании.